Последние дни мы наблюдаем падение фондовых рынков, и вновь идут разговоры о том, что нас ждет второе дно. СМИ уже пестрят страшными заголовками, а признанные в кавычках эксперты в очередной раз предсказывают крах всей финансовой системы. Но мы с вами должны помнить, что главное оружие инвестора – это трезвая оценка ситуации. И ситуация на самом деле не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. В этом видео я хотел бы детально поговорить о том, что на самом деле происходит на фондовом рынке, стоит ли ждать второе дно, и что имеет смысл рассматривать в качестве идей для покупки. Меня зовут Андрей Михайлес, я являюсь независимым инвестиционным консультантом, занимаюсь доверительным управлением, а также провожу авторские курсы по инвестициям и трейдингу. Больше информации про мои услуги и продукты вы сможете найти в описании к этому видеоролику. Ну а я желаю вам приятного просмотра. И для начала я хотел бы затронуть такую тему, а стоит ли вообще инвестировать? Стоит ли идти на фондовый рынок, стоит ли брать на себя дополнительные риски, или же можно остаться с кэшем, можно остаться со счетом в банке, так, как многие делали последние несколько десятилетий. Дело в том, что мы сейчас находимся в таком периоде, когда меняется парадигма, и многие из классических и признанных инструментов сохранения капитала, сохранения покупательской способности, в ближайшее время будут находиться под очень большим риском. Более подробно эту тему я раскрыл в одном из последних постов у себя в телеграм-канале с названием «Стоит ли запрыгивать в уходящий поезд роста фондовых рынков?». В этом посте я описал ключевые изменения, которые сейчас происходят, и риски, с которыми вы неизбежно столкнетесь, используя классические инструменты сохранения капитала, сохранения покупательской способности. Поэтому, если вы беспокоитесь о своем будущем, о своем будущем благосостоянии, обязательно ознакомьтесь с этим текстом, ссылка на него будет в описании к этому видео. И в целом, если тот контент, который вы найдете в этом телеграм-канале вам понравится, не забудьте на него подписаться, и будем с вами на связи. Ну а теперь давайте вернемся к фондовым рынкам и поговорим про возможные сценарии. Во-первых, я хотел бы сказать о том, что ни у меня, ни у кого-либо еще нет хрустального шара, и на 100% предсказать будущее движение цены, будущее движение фондовых рынков никто не может. Мы лишь можем говорить в категориях «большая вероятность», «меньшая вероятность». Так вот, начнем мы с первого сценария, который всех интересует. Это второе дно. Какова вероятность того, что фондовые рынки протестируют диапазон мартовских минимумов? Давайте вспомним, а что же послужило причиной вот столь бурного падения. Во-первых, это был шок, то есть никто не ожидал, что мы увидим столь сильный всплеск заболеваемости коронавируса. Второе – это локдауны, это закрытие экономики. Вот вкупе два этих фактора и привели к столь серьезному падению. Теперь давайте подумаем, а что может привести к такому же падению сейчас. Ну, если, например, даже мы увидим вторую волну коронавируса, которая по своим масштабам будет сопоставима с первой. Но вряд ли мы увидим подобную реакцию, потому что уже люди готовы к этому, уже это не так страшно. И вряд ли мы увидим повторное закрытие экономик. То есть даже если вторая волна будет соизмерима с первой, скорее всего такого падения мы не увидим. Соответственно, для того, чтобы мы увидели схожее падение цены, должен быть больший шок, чем мы видели в марте. А единственное, что это может быть, это может быть то, что вторая волна будет кратно больше, чем первая. То есть в 5-6 раз, так же, как это было, например, с испанкой. В этом случае, безусловно, у правительства не будет другого варианта, кроме как опять закрытие экономики. И это, конечно же, может привести вообще к неконтролируемым последствиям. И очень сложно миру будет из этой ситуации выруливать. То есть единственный сценарий для того, чтобы увидеть вот эти уровни, которые мы видели в марте, это то, что вторая волна коронавируса будет значительно больше первой. Либо же мы увидим какой-то другой шок, сопоставимый вот с влиянием коронавируса. То есть, возможно, какой-то геополитический конфликт, либо очередной какой-то природный катаклизм. Соответственно, если говорить про вероятность такого сценария, то этот сценарий, очевидно, меньше вероятности и не имеет смысла делать его базовым. Теперь давайте поговорим про экономические риски. Часть экономических рисков никуда не делась. У нас все так же очень высокая безработица. У нас все так же достаточно скромные темпы экономического роста. Ну, опять-таки, в зависимости от региона к региону. Но, тем не менее, нельзя сказать, что восстановление V-образное, как ожидалось в апреле-майе. То есть восстановление экономики занимает, очевидно, больше времени, чем ожидалось ранее. Также нас ожидает волна банкрост, неизбежная волна банкрост, то есть компании, которые на сегодняшний день кое-как живут за счет стимулов со стороны государства, но имеют при этом огромные долги, имеют неэффективные бизнес-модели и, скорее всего, рано или поздно обанкротятся. И это, безусловно, вот все эти факторы, безусловно, будут ограничивать как рост экономики, так и рост фондовых рынков. Поэтому исключать снижение цен, конечно же, нельзя. Но вряд ли это снижение цен будет настолько катастрофическим, как это было в марте. Что еще мы должны понимать? Что если ситуация будет усугубляться, то есть если действительно на рынке мы увидим распродажи, то центральные банки неизбежно выйдут на рынок с новыми программами стимулирования. И у них в запасе есть еще то, что делает центральный банк Японии. Он покупает акции. То есть если в Америке начнется распродажа, то ФРС выйдет с новой программой и скажет, окей, ребята, вы продаете, мы будем покупать. Вам нужны доллары? Вы хотите продать акции? Нет проблем, сколько вам нужно триллионов? Скажите, мы все у вас купим. И в этом случае падение очень быстро закончится. Конечно же, такие меры возможны лишь при наличии очень серьезных распродаж на рынке и каких-то панических настроений. Если будет коррекция 10-15%, маловероятно, что мы сможем увидеть подобные меры. Но тем не менее, нужно понимать, что эти меры как опция у Федрезерва существует. И фондовый рынок очень важен для экономики Соединенных Штатов. Поэтому его, безусловно, будут спасать. Что еще мы должны знать? Мы должны знать то, что несмотря на all-time hype на фондовых рынках, доля акций в портфелях инвесторов находится ниже средних значений за последние 10 лет. То есть это говорит о том, что существует потенциал для увеличения этой доли, для возврата к средним значениям. А следовательно, как инвесторы могут вернуть долю акций в своем портфеле к средним значениям, они будут покупать. Причем покупать они будут не столько за счет перекладывания из облигаций или же каких-то других защитных активов, а просто из кэша. То есть если посмотреть на долю кэша в портфелях инвесторов, то мы увидим, что она также находится выше своих исторических значений за последние 10 лет. И мы находимся примерно на уровне января 2019 года. Когда была очередная коррекция на фондовых рынках, мы видели огромные распродажи и соответственно увеличение доли кэша в портфелях инвесторов. Но после того мы увидели, как фондовые рынки выкупили. То есть у инвесторов денег много и при продолжении снижения фондовых рынков они точно не будут упускать эти возможности и точно будут покупать подешевевшие акции. Причем кэша много не только у инвесторов, которые работают на публичных рынках. Кэша много в целом у всех инвесторов. И если мы посмотрим на фонды, которые работают в сегменте private equity, то по оценкам они до сих пор сидят на кэше в размере 1,6 трлн долларов. И они просто не знают, что купить. То есть это говорит о том, что возможностей на рынке очень мало, а денег очень много. Поэтому если мы увидим какое-то более-менее серьезное снижение, то инвесторы безусловно будут это снижение использовать для того, чтобы наращивать свои позиции по привлекательным компаниям. По тем компаниям, в которых они не успели нарастить позиции ранее, там в марте, в апреле месяце. Поэтому если говорить про перспективы фондовых рынков, то коррекции безусловно возможны. И возможно мы увидим коррекцию прямо сейчас. Но скорее всего это будет здоровая коррекция на 10-15%, которую с очень большой вероятностью будут выкупать. И тут стоит главный вопрос. А что покупать? На какие компании, на какие секторы стоит обращать свое внимание? И об этом мы сейчас поговорим. Но прежде я хотел бы предложить вам новую рубрику на моем YouTube канале «Вопрос-ответ». В комментариях под этим видеороликом вы можете задать любой вопрос касательно инвестиций, касательно трейдинга, касательно финансовых рынков. И в следующих видеороликах я буду на них отвечать. Соответственно буду отвечать на те вопросы, во-первых, которые на мой взгляд мне кажутся интересными. А во-вторых, на те вопросы, на которые мне есть что сказать. Потому что я не гуру, я не супермен, на некоторые вопросы у меня ответов не будет. Поэтому в комментариях под этим видео пишите вопросы, которые вас на сегодняшний день беспокоят и интересуют. И в следующих видеороликах я постараюсь дать на них ответы. Что мы с вами знаем про последний рост? Мы знаем, что в целом рост фондового рынка был обусловлен технологическими компаниями. И в первую очередь технологическими гигантами. Если посмотреть на индекс NASDAQ, то мы видим, что за последние несколько лет он вырос практически в два раза. В то время как индекс S&P 500 показал несколько десятков процентов. А если мы посмотрим на индекс S&P 500 без учета технологических компаний, то там были еще более скромные результаты. Что мы наблюдаем сейчас? Мы видим, как NASDAQ падает практически на 10%, S&P 500 падает на 5-6%, а вот остальной рынок упал всего лишь на несколько процентов. Кроме того, мы должны понимать, что текущие оценки, по которым торгуются большинство технологических компаний, очень сложно как-то объяснить. Они стоят очень и очень дорого. Поэтому очень вероятно в ближайшее время мы сможем наблюдать такой процесс, как ротация капитала. И эти процессы мы наблюдаем уже сейчас. Мы видим, как последние несколько дней такие компании, как Tesla, Apple, неуклонно снижаются, а такие компании, как Carnival Corporation, как Ralph Lauren, они в это же время растут. Это говорит о том, что у инвесторов меняется предпочтение, что они фиксируют те прибыли, которые они получили в технологических компаниях и размещают свой капитал в более привлекательных с точки зрения стоимости, а также с точки зрения будущих перспектив роста компаниях. Некоторые такие идеи я периодически публикую у себя в Telegram-канале, о котором я говорил в начале этого видеоролика, и ссылку на который вы сможете найти в описании к этому видео. Эта ротация, о которой мы только что говорили, на мой взгляд, в ближайшее время продолжится. Поэтому поиск недооцененных компаний, поиск привлекательных с точки зрения стоимости компании – это то, чем имеет смысл заниматься в ближайшее время. И то, что может показать лучшие результаты, нежели чем широкий рынок. На этом у меня все. Я надеюсь, этот видеоролик вам был интересным и полезным. Я надеюсь, что вы получили представление о том, что происходит на фондовом рынке и на что стоит обращать свое внимание. И если это так, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, делитесь этим видеороликом со своими друзьями, и будем с вами на связи. Спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели до этого момента. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok